Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Льготную ипотеку россияне сочли слишком дорогой. Согласно опросам в Самаре, лишь 8,5% горожан готовы воспользоваться ипотекой под 12% годовых. 50% опрошенных считают ставку слишком высокой. Согласно опросу, каждый восьмой горожанин уже выплачивает ипотеку, а каждый шестой не испытывает потребности в кредите на покупку жилья. Просрочка по кредитам физических лиц в первом квартале 2015 года резко увеличилась. Объем просроченных долгов с начала года по 31 марта вырос на 13,4%, до 755 миллиардов рублей. Сейчас каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит. При этом к концу года ожидается наличие такого кредита у каждого третьего. Согласно данным опроса, 38% россиян с проблемной задолженностью испытывают затруднения в погашении долга из-за резкого ухудшения материального положения. Год назад такую причину озвучивали только 20% человек, а в 2012 году лишь 10%. Еще 20% не могут платить по кредиту из-за потери работы. Правительству надо бы мораторий на выплаты наложить месяца на два. Поездки россиян за рубеж на майские праздники в этом году сократятся на 25%. Однако еще три месяца назад туроператоры прогнозировали падение турпотока вдвое. Россияне выбирают страны с недорогим авиаперелетом, например, Израиль или Чехию. Однако большинство решило провести весенние каникулы дома. Спрос на внутренние направления вырос на 15%. О снижении зарубежной туристической активности россиян свидетельствуют и данные Росавиации. Общий пассажиропоток снизился на 1,3% по сравнению с первыми двумя месяцами 2014 года. Произошло это в первую очередь за счет международных направлений. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1697 пунктов. В аутсайдерах – ТМК, АФК-система, Лукойл, Мичел, Новотек и Полиметалл. Среди лидеров роста Яндекс, НЛ России, Магнит, КамАЗ и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили торговый день в плюсе. На азиатских площадках преобладает позитивная динамика. Сегодня европейские инвесторы возвращаются на рынок после пасхальных праздников. На сырьевом рынке инвесторы фиксируют прибыль после бурного роста котировок накануне. Курс доллара на 7 апреля – 56 рублей 51 копейка. Курс евро – 62 рубля 3 копейки. Золото стоит 2177 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 60 копеек за грамм. Цена нефти марки бренд 58 долларов 76 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!